вот таким образом мы с вами проведали оплату сверхурочных часов для сотрудников у нас ресторан, да? как можно определить? что это удовольствие? человек отработал 10 часов, как можно определить? переработал или нет? у нас, смотрите, там говорится о том, что сверхурочные являются те, которые превышают норму рабочего времени для работы если не стоит, у вас как бы и начисление никакого не будет единственное, что может сотрудник написать на вас жалобу, если вам этот текст и сказать, что я этого числа работал пытаться доказать, что он что-то делает, какие-то работы выполнял а больше не факт, если у вас нигде не отражено, не что? ну, я так думаю, нужно подчеркнуть вот этот раз я думаю, что там много факторов ну, касса работала, допустим, это была его смена не может другой человек подойти? нет, не столько с человек работают а она, в принципе, кто закрывал? я думаю, что там все равно есть кто-то кто старший, кто среди я думаю, что она закончена и тебя найдет да потом как бы я уже буду и вместе это ваши расходы, это ваш налог на прибыль если вы не начисываете да, то вы соответственно и вам не против того, чтобы не начисывать какие к вам претензии если трудовой компенсии не улетит этот уровень а вот компенсация за заплату не выдал в область ну, например, в число, да и именно не насчитывая, что это до 700 и человек тоже не жалуется ведь никто не заставит это в том числе? нет, конечно никто не заставит но надо помнить, что у нас кроме вне плана есть еще и планы в инспекции правильно? то есть те, которые, пожалуй они являются вне планы а если план для организации конечно, я понимаю, что у нас такое маленькое количество трудовых инспекций и сотрудников для инспекций что их не план вообще не обматывается территорией, да и когда-нибудь к вам прибудут может пройти там в 10 лет да? ну, если они там в машинах в машинах то они заставят или нет? да а если, например, как его зовут затишка ну, хозяина на иммунизации ну, вот денег нет хозяин выплатит 2 месяца или 2 месяца может трудовая инспекция застанет самого хозяина начать себя ну, смотрите тут для трудовой как бы сказать для ответственности тут еще важно факт закрылся срок или не закрылся то есть допустим если мы ему выплатили зарплату да они могут не заставить вычислить все равно как нарушение трудового у нас штраф за все случаи то есть сколько они наберут во штраф входит штраф по ситуации все равно штраф будет максимум 50 тысяч один штраф все равно будет 50 тысяч это максимум все зависит от того как штраф сколько нарушений какие-то если они рассмотрели их идут штраф нарушения не смотря на то что они конечно могут рассматривать их существенно может доказать что действительно их вообще не было там нет все кроме себя это надо рассматривать что все он выплачивает для себя не начисляет не плачет я думаю что может пропустить то главное ущемление прав работника а является быстрее запал такая ситуация что у нас праздничный день согласно оплаты в одном размере у нас сотрудник задержался и два часа отработал сверхуручно как в этом случае будет производиться оплата будет производиться в двойном размере как за целый день то есть если попадает что у нас нерабочий праздничный день сверхуручно в этом случае оплачивается будет только нерабочий праздничный день плюс вот этих сверхуручных уже не будет это прописано у нас с вами сейчас скажу где какой порядок ну если да если часовой ставка в двойном размере повторяне оплачивается так далее здесь еще можно сказать что если допустим у нас на период работы сверхуручных пришлись ночные часы то есть допустим у сотрудника рабочий день за двадцати двух часов но он задержался сверхуручный отработал с двадцати года вообще у нас ночное время считается с 22 до 6 утра вот этот час с десяти до 10 как он будет оплачивать он будет оплачиваться и как ночные и как суммируются то есть у него будет доплату ночные не меньше двадцати процентов и плюс у него будут сверхуручные в полуторном размере то есть здесь суммируются когда праздничные не суммируются а при ночных часах суммируются сдается очень часто такой вопрос возникает для сверхуручных когда у нас с вами ненормированные рабочие деньги либо не полные рабочие ненормированные рабочие деньги это знаете для руководителей обычно устанавливаются либо каких-то категории работников установленных трудовых сотрудник может выполнять свои обязанности за пределом нормальной продолжительности рабочего времени и это им как бы сверхуручный не оплачивается но бывают такие ситуации когда специально хотя он не нормирует на рабочий день но специально сотрудник привлечен для выполнения дополнительного какой-то работает именно по инициативе работодателя вообще сверх всего того времени который является ненормированный вот в этом случае будет сверхуручный а если просто он работает там допустим 6 до 8 как ненормированный здесь сверхуручных не будет если сотрудник установленный рабочий день тут их два варианта два мнения которые есть у методолога значит если четко читать у нас 9 статья сверхуручно то там говорится сверхуручный обязанности времени превышающий нормальную продолжительность для работы что такое неполный рабочий день мы устанавливаем продолжительность рабочего времени для какого-то сотрудника не 8 часов как у всех а 5 часов но это тоже будет его норма соответственно вы получаете исходя из этой нормы и мнения методологов предъявились одни методологи говорят что надо четко смотреть на 99 статью и если сотрудник отработал больше чем 5 часов ему положено то это будет сверхуручных а другое мнение методологов о котором я тоже склоняюсь у нас вообще категория компенсационных выплат называется как работал в условиях отклоняющихся от нормальных но еще нормально день 8 часов если сотрудник установлен ненормированный день 5 часов то вот эта разница до 8 часов почему она является нормально она является нормально просто он по своему трудовому договору работает больше поэтому я тоже считаю что если у нас ненормированный рабочий день и сотрудник задержался на работе после хрустных часов у него не будет дальше еще здесь на всех урочных надо что обратить внимание вот мы с вами смотрели для подъемного учета рабочего времени то есть когда у нас с вами установлено рабочий нормальный с продолжительностью 8 часов в день но мы же с вами кроме пойдем учет есть суммированный учет рабочего времени когда у нас учет рабочего времени то сверхурочные часы определяются по окончании ученого периода организации закреплен для всех организаций либо конкретно таких категорий суммированный учет рабочего времени там все время устанавливается учетный период организация может установить любой учетный период но не более одного года допустим установили месяц если вот месяц график составлен так что на какой-то один день приходит больше рабочего времени на какой-то меньше но в итоге у нас все будет превышение именно по концу месяца в этом случае организация обязана исчезлить и воплотить сверхурочные часы а в неделе а в неделе получилось